В Казани наметили трассировку второго этапа дороги дублера Горьковского шоссе. Подробнее в нашем следующем сюжете. Первый этап прокладки трассы – это участок от улицы Несмелого до жилого комплекса Серебряный Бор. Протяженность четырехполосного участка 6,2 километра. Подобщественный транспорт выделит полосу движения шириной 3,5 метра. В этом месте существует густая сеть подземных и надземных коммуникаций. Поэтому потребуется их переустановка. Объектов культурного наследия на пути строителей нет. Дорога призвана разгрузить Горьковское шоссе, которое не справляется с потоком транспорта. Интенсивность увеличилась в связи с постройкой жилого комплекса Салават-Купере. Строящаяся трасса должна соединить Казань с трассой М7 в районе Займища. Планируется, что частично она пройдет вдоль железнодорожных путей. Отчего часть дачных домов у станции Лагерной уже отправилась под кож бульдозера. Трасса перегружена с учетом строительства еще новых жилых районов Салават-Купере. То есть трасса полностью стала забита и загружена. И, конечно, то, что новую трассу пробивает для города, это большой потенциал к развитию. На первый этап проекта по созданию дублера Горьковского шоссе было выделено 54 миллиона рублей. На данный момент строительство завершено на 30%. Один из участков расширить пока не получится. На месте трассы от улицы Несмелого до Старого русла реки Казанки имеются существенные красные линии в связи с тем, что в существующей плотности застройки не представляется возможным расширение данного участка согласно нормативным документам. Изменения красных линий или прокладка новых сетей будут планироваться в последующих проектах. Это, конечно, транспортную ситуацию решит. И в то же время в перспективе эта трасса проходит через границу территории порохового завода, который так или иначе тоже будет со временем освобождать эти территории. И в будущем эта трасса даст вектор развития Казани именно в этом направлении. На втором этапе планируется построить съезд с основной дороги к Серебряному бору протяженностью 848 метров. Это будет магистральная улица районного значения. В месте, где трассы пересекают железнодорожный переезд, будет возведен путепровод. Ну, наверное, еще такой момент достаточно, может быть, для города сложный, но с точки зрения экологической ситуации, да, с точки зрения того, что на этой территории множество зеленых насаждений сохранилось, то что город все-таки делает дорогу не за счет зеленых насаждений, а в основном это за счет выкупа участков у населения. Это такой сложный момент, да, любой город, когда растет, он сталкивается вот с такой ломкой. Всего планируется изъять 400 участков с жилыми домами с компенсацией их стоимости по рыночной цене. Помимо этого, для строительства вырубят часть лесных массивов. Уже наполовину провели засыпку старого русла Казанки. Надежда Мещерякова, Александр Кузнецов, Универньюс. ИНТРИГУЮЩА�ИЕ РЕКСА